Всем здорова дорогие зрители! Как и обещал, это видео будет посвящено изготовлению этой стрелы. Давайте не будем медлить и сразу приступим к изготовлению. Для стрелы нам понадобится рейка длиной 90 см и толщиной 12 на 12 мм. Округлую форму буду придавать всем известным способом пропуская через плашку. Ножом заостряю рейку с двух сторон и зажимаю одну сторону в дрель, а другую вставляю в 12 мм плашку. И таким образом начинаю пропускать. После того как пропустил, меняю плашку на 10 мм. И тоже таким образом пропускаю. Для лучшей гладкости зашкуриваю обычной наждачной бумагой и отпиливаю стороны, которые зажимались в дрель. Делаю надпил для тетивы на ленточном станке. За место этого станка можно использовать обычную ножовку, но на ленточном станке легче и проще. Оперение буду делать пластиковое и для этого взял пустую канистру, на которой расчерчиваю первое перо. Делал все на глаз и размеров точных нет. После аккуратно граверной машинкой выпиливаю. Можно и ножом было все вырезать. И вот получается первое перо. По этому бросу я сделал еще 5 штук для двух стрел. Теперь переходим к стрелам, в которых размечаю и делаю граверной машинкой ложбинки. То есть прорезаю углубления для изготовленных перьев. Пластиковые перья я решил приклеить на обычный быстросохнущий клей и обмотать их по обоим сторонам черной ниткой. Для прочности их тоже заклеил клеем. В итоге получилось вот такое оперение. Наконечник для стрелы будут делать из 12-миллиметровой трубки с внутренним диаметром 9 мм. Размечаю по 6 см. И отпиливаю болгаркой. Далее удерживаю одну сторону пассатижами, а с другой стороны молотком плотно сплющиваю конец. Зажав тиски отпиливаю углы, таким образом придавая заостренность наконечнику. После остается на кругу обработать и заточить наконечник, попеременно стужая воде. Перед тем как на стрелу одевать наконечник, нужно подогнать диаметр стрелы под внутренний диаметр наконечника. Наконечник будет крепиться на обычный быстро сохнущий клей. Крашусь баллончиков в тот же цвет, что и лук. После покраски решил для красоты наждачкой зачистить кромку у наконечника. В итоге получились такие стрелы. Тест этих стрел, если вы не смотрели, то можете посмотреть, ссылочка будет в описании. Ну а видео подходит к концу. Если вам понравилось, то ставим палец вверх, подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok